Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Непонятная ситуация с мужчиной, как себя вести не понимаю, познакомились на сайте знакомств около трех лет назад. Порядочный человек, бывший бывой офицер, свой бизнес, плюс работа в крупной компании. Нам по 51 и 52 года. Я была в процессе развода с мужем, он не жил с женой, но не разведен. Вопрос в недвижимости. В общем, на отношения много общего старался со мной провести каждый день. Подарки, внимание, совместные поездки. Интимная жизнь началась только через пару месяцев, он не наставил. Хороший любовник. Жить вместе не жили, я с бывшим мужем не могу разменять квартиру до сих пор. У него первый год строительства коттеджа, фактически жил в одной из комнат на стройке. Согласно, сексом заниматься особо было негде, но постоянно были вместе. На сегодня дом почти готов. Примерно через год после знакомства к нему переехала взрослая дочь. Встречались, пока не было дочери дома. Много времени проводили вместе. Знают мою семью, прекрасные родители, всех родственников и подруг. У него друзей нет, кто-то в Москве, кто-то за границей. Дочь очень ревниво ко мне относится. Он заговорил в нужное время, с тобой она привыкла. Подожди. Отношения идеальные. Сюда помогал ремонт, сам мне сделал на даче. У него золотые руки. Взял на себя кредит мне на бизнес. Еще года три выплачивал. Две недели назад вернули в сезон. Пускай время провели великолепно. У нас в принципе ссор не было за три года. За исключением вопросов по дочери. В моем понимании, взрослым людям дочь не может быть проблемой. Да и поначалу я пыталась с ней наладить контакт. Предлагала с собой брать с девки, но в театр в отпуск. Он не хотел, говорил, что она в свое настроение испортит. Поехали без нее. Отпуск был идеальный, не единый. Проблема в отношениях. Сразу по приезду исчез. Дочь не пичит, не звонит. Неколько раз писала звонила. Ответовала, что очень занят. Не перезванивает. Двое выходных провел с дочерью. Воскресенье позвонила, что заеду в гости, ставя в чайник. Пообщались, попили чай, кино посмотрели. Дочь была дома. Очень холоден. Спрашиваю, что случилось. На что-то обиделся. Молчит. Он предупреждал, собор разговорчивый. Можешь хотя бы причину объяснить и не говорить. Потащил в спальню. Дочь уже спала. Дом большой. Принципы позволяют. Уехала. Думала, все нормально. Помирились. Но опять в тишинах. Зашла на сайт на концу, где познакомились. Он восстановил анкету. Она три года удаленная была. И, похоже, ищет новую женщину. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я ему больше не пишу. Но как себя, как себя вести дальше, абсолютно не понимаю. Что бы принять. Такого предательства от него не ожидал, конечно. Но не хотел бы потерять мужчину. Я думаю, что абсолютно каждый, кто прочитает ваш текст, скажет о том, что бы вы не делали каких-то резких движений, не завершали каких-то резких шагов, потому что отношения можно разрушить, наверное, довольно легко в этом смысле. А вот восстановить их, как вы, я надеюсь, понимаете, совсем не так легко. С учетом того, что вы описываете, я думаю, что вам не нужно. Не нужно делать резких движений, и с учетом того, что вы описываете, на мой взгляд, вам желательно дать мужчине время. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что то, что вы увидели, вам не понравилось, и, в общем-то, вы имеете полное право как-то и обижаться, как-то и, ну, реагировать на эту, ну, на эту ситуацию в целом как-то реагировать. Вы имеете, на мой взгляд, полное право. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, как мне кажется. Вот вы говорите про предательство, вы говорите, что мужчина вас, получается, предал. Ну, вот, конечно, я не буду с вами спорить и не буду оспаривать это, ну, вот. Но я думаю, что вот то, что вы чувствуете, то, что вы чувствуете, чувствует, что вот с вами так поступили не очень хорошо. На мой взгляд, это, ну, требует, скажем так, какого-то выражения, да? Вот. То есть, на мой взгляд, по моему мнению, это требует, вот, какого-то выражения, это требует, значит, какой-то, вот, если, ну, если угодно будет, может быть, вербализация. Вот, потому что, потому что, если вы сейчас это не вербализовываете, да? Вот. Я думаю, что лучшее, я думаю, что самое лучшее, что вы можете для себя сделать, в этой ситуации, вот, достаточно непростой, кстати говоря, ситуация, вот. Самое лучшее, что вы можете сделать, это рассказать человеку о своих чувствах. То есть, просто донести до него, как вы себя ощущаете в этой ситуации, как вы себя чувствуете в этой ситуации, как вы себя, ну, воспринимаете, если угодно, в этой ситуации, каково вам в этой ситуации. Потому что, ну, тут есть, вот, такой момент, что вы, как-то, вот, спрашиваете у него, да? Что случилось? Ну, обидел ли я тебя чем-то? Вот, то есть, в этом смысле вы, как будто бы, ну, знаете, как будто бы вы, ну, зависите от человека, скажем, скажем так. Вот, причем, причем, ну, зависите от человека достаточно сильно, вот, по моим ощущениям. А вам больше, на мой взгляд, нужно постараться выразить то, что чувствуете вы сами. Вот, и столкнуться с тем, как человека проагируют. На то, что вы ему скажете. На то, что вы ему верите. Естественно, что реакция может быть разной. Реакция может быть неожиданной. Несколько. У вас. То есть, ну, ну, вряд ли вы можете предугадать то, как, вот, вы отреагируете. Как он отреагирует, как вы отреагируете. Но, на мой взгляд, это необходимо. На мой взгляд, необходимо, чтобы вы выразили то, что во фронте. Ну, вы пытаетесь выяснить для себя, чтобы вам предпринять. Я могу понять. Ваше, ну, такое желание. Вот. Правда, могу его понять. Ну, на мой взгляд, ну, пытаясь предпринять что-то, вы перестанете подходить к данному вопросу естественно. То есть, на мой взгляд, вы к данному вопросу начнете подходить как-то вот, ну, знаете, может быть, механистические, вот, а механистический подход, он не совсем хорош. Хорош. Здесь. Потому что, эм, это, вполне может, эм, ну, скажем так, человека. Эм, еще больше образ отдалить. Потому что будет чувствоваться неестественность, будет чувствоваться напряжение. Вот. И, собственно, ничего хорошего не получится. На мой, ну, ну, на мой взгляд. По крайней, по крайней мере. Что-то, вот. Поэтому здесь. Здесь, как мне видится, вам нужно следовать своему сердцу. То есть, грубо говоря, если вы, пощипал, вы пощипал, что мужчина вас прибыл, то, наверное, вам нужно за это взять ответственность. То есть, как-то скорректировать свое поведение. Вот. Далее. Что хочется еще сказать. Проблема с дочерью, на мой взгляд, это совершенно очевидно, что человек как-то чрезмерно зависит от своей дочери. Так вот, подобная зависимость от дочери, к сожалению, вами не может быть разрешена. Дело в том, что мужчина не способен, скорее всего, расставить, установить личные границы между собой и дочерью, вот что и приводит к таким неприятным казусным моментам, с которыми вы, судя по всему, сейчас столкнулись. Вот. Вы могли, в принципе, заметить по тому, как я отвечаю на ваш вопрос, что я стараюсь подбирать слова. Вот. Потому что ситуация само собой неприятная, вне всякого сомнения. И важно, наверное, не испортить ее. Если вам человек дорог, то важно ее не испортить. Ситуация, если я имею ввиду. Вот. И в то же время важно себя как-то не обесценить, да? Вот. То есть, и чтобы и ситуация не испортить, потому что вам жалко расставаться с мужчиной, это нормально. И вот о себе не забыть, чтобы себя не чувствовать обесцененной, да? И вот, ну, какой-то такой, ну, понимаете, что я имею ввиду в данном случае. Вот. Еще несколько моментов, которые прямо не относятся к ситуации, но, которые, на мой взгляд, достаточно важны, чтобы обратить на это ваше внимание. О чем здесь речь? Речь идет о том, что, во-первых, вы, на мой взгляд, как-то, ну, знаете, может быть, через чур сильно, как будто бы, центрируетесь на наличии или отсутствии проблем в отношениях. То есть, выбираем несколько раз об этом говорить, что проблем в отношениях у нас вообще не было, говорите вы. У нас проблем в отношениях вообще не было, и вот это меня, конечно, ну, привлекло. Это привлекло мое внимание, потому что такая центрация на проблемах говорит о том, что может быть такая ситуация, что человек привлекает привлекает вас как-то вот не собой, а тем, что у вас с ним нет проблем. Понимаете, да? разное, как и то, что вы о нем говорите. То есть, вам бы здесь поднабред. Я не хочу терять мужчину, я не хочу терять возможность делать его счастливым, например, или я не хочу терять что-то для себя, боюсь, или не хочу терять что-то для себя. это, как мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. вот. Ну, я надеюсь, что вы понимаете в этом смысле, ну, как-то вот. А зачем на это обращать внимание? на мой взгляд это важно. На мой взгляд это важно. вот. Опять же, поймите, пожалуйста, правильно, ни в коем случае вас ни к чему я не призываю. ну, здесь. А, это просто вот на подумать. Понимаете? А, следующий важный момент, и он будет последним, этот момент, заключается в том, что на мой взгляд, вы когда ну, обращаетесь, вот, вы спрашиваете нас, что предпринять? То есть, по факту, получается, что вы спрашиваете совет у нас. Ну, да, спрашиваете совет. А психологи, это важно понимать, не дают советам. мы не даем совету. Наша задача помочь вам разобраться в себе, и вырвать такую модель поведения, которая, которая бы вас устроила. Которая бы помогла вам максимально максимально эффективно в вашей ситуации поступить. Вот. Но нет и не может быть цели вам давать совет. это было бы неправильно, это было бы неуважительно по отношению к вам. Как минимум. Понимаете, да? вот. Поэтому я думаю, что вот примерно такой ответ вам можно дать. На этом все. В принципе. я надеюсь, что ну что мой ответ был вам полезен. И интересно, надеюсь, что это было полезно. Вот. Хотя и это было не ни слова прямого совета, как ну как вы, наверное, хотели бы. Вот. Но тем не менее, я надеюсь, что для себя вы какие-то выводы сделаете. буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам начать психотерапию. Вот. Если конечно вы в этом заинтересованы. Ну всего самого доброго вам. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится хотя бы в той части, где вам желательно прожить вот это вот ну ощущение, чувство, если угодно предательства. Вот. Всего вам самого доброго.